Можно ли переворачивать аккумулятор для замены электролита, естественно, не просто так. Для начала рассмотрим способы замены электролита, а потом обсудим. Первый, и он же самый страшный, это вылить электролит, вот так перевернув банку, ну в смысле аккумулятор, как из банки. Второй, это откачать электролит грушей. И третий, засверлить корпус АКБ для слива жидкости. Это вот, мне кажется, еще страшнее, чем первый. По поводу переворачивания. Вот если процесс проводить очень медленно и аккуратно, и желательно ложить АКУМ так, чтобы пластины располагались ребром к поверхности, не вот так вот, а вот так. Это, чтобы не нанести механических повреждений, то никаких последствий именно из-за этого переворачивания не будет. Вероятность крайне мала. Суть в чем. Со временем на дне АКУМа образуются осадки. В частности, из сульфатов и частичек пластин. Если мы хорошенько взболтаем АКУМ, то они по типу всплывут и закоротят нам пластины. По крайней мере, так утверждают некие специалисты. Может, у кого-то было нечто подобное? Вот очень интересно. Пишите. Ибо я вот лично выливал электролит, переворачивая аккумулятор без негативных для него последствий. Медленно, аккуратно, вот дабы не навредить. Честно говоря, я вот не знаю, у кого там что всплывает, но я как вспомню Ниву по бездорожью или лодку, кидающую вот по волна. АКУМ там прыгает и скачет вверх-вниз, сбоку-набок. Если там осадок не убивает, то что он сделает при аккуратном переворачивании? Если на бок, потихоньку, далее до слива. Я не убеждаю. Просто доношу информацию и мыслим. Если есть спорные аргументы, пишите в комменты, обсудим обязательно. Вариант номер два. Груша. Или тот же ориометр. Это по типу самый адекватный и безопасный способ. То есть, скучненько отбираем себе электролит, высасываем его из банок грушей. Как бы тут точно ничего не всплывет, писать нечего. Если боитесь переворачивать, ваш вариант. Третьим способом является жуткое сверление дыр для слива в корпусе аккумулятора. Я, честно говоря, не очень позитивно отношусь к данному способу. Особенно если сверлят дно. Это же все-таки электролит, кислота. Ну, надо не пренебрегать безопасностью. Но, если уже и решились, то берите хотя бы угол для сверла. Если потечет, то хоть не на руки. Сверлят, мол, для того, чтобы хорошенько промыть аккумулятор. Ну, базара нет. В этом и правда есть некий смысл. Лучше, чем протоком, промыть вряд ли получится. Особенно, учитывая, что нельзя болтать. Так сказать. Так что способ своего рода тоже действенный, несмотря на свои минусы. Одним из которых являются заглушки отверстий. Тут как бы уже кто на что гораст. Клей, эпоксидка, саморез, болт. Но, все это становится уже неким слабым местом в корпусе. Если неправильно доработать, в какой-то момент электролит может просто оказаться лужей под вашим авто. Выбор делать вам перевернуть, отшпрессовать, сверлить или же попросту купить новый. Удачи!